Детская инфекционная больница На протяжении 15-16 лет я был инициатором того, чтобы строилось новое здание. На сегодняшний день, благодаря активному участию, абсолютно реально губернатора Самарской области, началось строительство, то, что мы сейчас видим. Надеюсь, что в течение полутора лет мы увидим здесь новое здание на 100 койок. Там современные будут реанимационные койки. Очень хороший проект. Там будут современные палаты. Уже по традиции сроки строительства вновь перенесли. Правда, на этот раз в другую сторону. Изначально корпус должен был быть готов в сентябре 2023 года. Но после переговоров из федерального центра деньги были выделены раньше. Началось строительство. Сейчас дата Х – декабрь 2022. Хотя подрядчик уверяет – завершат в сентябре. Финансирование медицины увеличено в разы. В губернской думе на этой неделе приняли областной бюджет на три ближайших года. Утвердить документ необходимо сейчас, чтобы после успеть провести торги, заключить все необходимые соглашения. К строительному сезону все должно быть готово. Это тренд последних нескольких лет. Еще одна практика, о которой следует обязательно – это широкое обсуждение проекта бюджета. В нем участвуют представители разных отраслей. Доходы в 2022 составят 239 миллиардов рублей. В 2023 – почти 238. А в 2024 – 235 миллиардов. И если в следующие два года в бюджете наблюдается дефицит, кто к 2024 планируется выйти в плюс? Это с учетом поступлений из федерального центра. В 2022 регион получит почти 57 миллиардов рублей. Вот мы каждый год говорим, что цифры рекордные. И в этот раз. Вот в прошлом году при утверждении во втором чтении цифра федеральных средств была отражена 53,6 миллиарда рублей. Сейчас мы принимаем 56,8. Коллеги, большая работа, защита интересов, лоббирование интересов региона была проведена. И, конечно, в финальной стадии к ней подключились полной мере депутаты Государственной Думы. Удалось властям не только заручиться поддержкой федерального центра, но и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, увеличить и собственные доходы региона на 20 миллиардов. Это в том числе следствие работы по повышению инвестиционной привлекательности. Компании выбирают Самарскую область, открывают производство, создают рабочие места и платят налоги. Он рекордный. Почти 250 миллиардов рублей. Пять лет назад это было в районе 150 миллиардов рублей. То есть за пять лет прирост на 100 миллиардов рублей. Увеличены расходы на здравоохранение с 10 до 20 миллиардов рублей. На социальный выплат к населению с 17 до 35 миллиардов по сравнению с предыдущими годами. Бюджет губернии имеет ярко выраженную социальную направленность. В следующем году ряд отраслей получит больше средств, чем ранее. Например, ЖКХ, сельское хозяйство увеличится и сумма на адресную поддержку людей. Бюджет для людей. Он во благо людей, во благо жителей нашего региона. На 10 миллиардов увеличили финансирование на здравоохранение. На 2 с лишним миллиарда увеличили финансирование на образование. Это очень серьезная сумма. На социальную защиту населения более 35 миллиардов. Примерно столько же на сферу образования и транспортную инфраструктуру. За последние несколько лет в плане дорог регион преобразился. Вот, к примеру, Самарский мостовой переход готов более чем на 90%. Остались последние штрихи. Ведутся отделочные работы. Сейчас устанавливается пешеходное ограждение, барьерное ограждение для организации безопасного движения. После комплекса испытательных мероприятий по искусственным сооружениям мы будем готовы открыть рабочее движение на всем протяжении объекта. Работы ведутся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он инициирован президентом Владимиром Путиным. Сейчас рабочие обустраивают съезд на улицу Казачью в Куйбышевском районе Самары. Это было пожелание жителей. Конечно, его учли. Еще одна просьба касалась частного сектора на Новокуйбышевском шоссе. Здесь ведется установка шумозащитных экранов. При этом будет возможность и выезда личного транспорта со дворов. Я попросила, спросила. Они мне сказали, что сделают и калитки, сделают и забоят ворота. И все будет нормально. Будут ворота у нас, будут калитки. Сказали, будут прочные конструкции. Когда нам сказали, что будут именно с прозрачными вставками, я была довольна. Муж у меня тоже был доволен. По контракту дата ввода объекта – октябрь 2022 года. Но возведение Самарского мостового перехода завершается с опережением сроков на 10 месяцев. На такие же результаты можно рассчитывать, считают эксперты, и дальше. Бюджет региона позволит сделать многое. Сегодня не было никого против. Практически все поддержали социально направленный бюджет и при этом бюджет развития. Работа губернатора в федеральном правительстве, 57 миллиардов на старте – это очень серьезный показатель. Те задачи, которые перед нами ставили жители Самарской области, которые вошли в народную программу, их необходимо воплотить в жизнь. Есть очень интересные позиции, в том числе и хорошее финансирование здравоохранения, и социального блока, и науки, образования, культуры, и спорта. Бюджет развития Самарской области поблагодарили правительство за проделанную работу. Молодцы. В целом мы поддерживаем бюджет. Мы законструктивный диалог. Он увеличился. Порядка 250 миллиардов с учетом федеральных средств будет. Соответственно, мы поддерживаем этот бюджет. И ключевое – будем внимательно следить за то, чтобы деньги были доведены до конкретных дел на земле Самарской области. После первого чтения от депутатов и парламентских фракций, правительства и областной прокуратуры, муниципалитетов и общественных организаций поступило 109 финансовых поправок. 17 учтено полностью или частично. Поправка принята, чтобы предусмотреть дополнительные средства на выделение сертификатов, на приобретение жилья молодым семьям. Тоже обсуждали на этом комиссии по бюджету. И предусмотреть средства на закупку компьютерной техники для осуществления режима дистанционного образования. Без внимания не останутся и другие поправки. Из две трети инициатив сформирован так называемый лист ожидания. К бюджету в Думе вернуться еще не раз в течение года будут учтены и другие поправки депутатов. Как сообщил губернатор Дмитрий Азаров, с федеральным центром уже достигнута договоренность о дополнительном финансировании, в том числе инфраструктурных проектов Самарской области. Сейчас в регионе активно строят школы, детские сады, поликлиники, дороги, возводится и мост через Волгу. Он уже готов на 40%. Это все обеспечит развитие. Бюджет депутаты как губернской думы, так и государственной назвали сбалансированным, то есть учитывающим интересы всех слоев общества. Повышение комфорта жизни людей – главная задача, поставленная президентом России Владимиром Путином. Решается в Самарской области и вопрос снижения уровня безработицы. Это также один из акцентов главы государства. Сейчас в регионе открыто свыше 40 тысяч вакансий. Это более чем в два раза больше, чем людей, зарегистрированных на бирже труда. Вот несмотря на все сложности, которые испытывает экономика, наши усилия, помощь президента страны, в том числе и выплаты в размере МРОД, ситуацию на рынке труда стабилизирует. Количество вакансий в регионе в два с лишним раза больше, чем количество людей, которые ищут работу. Сейчас это почти в три раза. В том числе в Тольятти коренной перелом. Тольятти вошел в число лучших моногородов по развитию. В этом рейтинге он побеждает уже не в первый раз. Только в рамках ТАСЭР создано 50 новых производств. Инвестировано 22 миллиарда рублей. Также в городе работает технопарк Жигулевская долина, бизнес-инкубатор. Новые возможности откроются и благодаря строительству железнодорожной ветки от особой экономической зоны. При этом в Самарской области статус моногорода закреплен и за Чапаевском. Там сейчас также создаются условия для развития территории.